Сотни верующих решили провести это пятничное утро в молитве вместе с настоятелями церкви. День памяти преподобного мученика Афанасия в этом году был не таким теплым, однако общая молитва согревала людей, давала силы и надежду. Конечно, всегда в таком добром начинании есть те, кто только присоединяются к богатому православному миру, но большинство все же тех, кто в этом большом духовном коллективе не в первый раз, и каждый год молится за мир и бодрый дух для всех людей Бреста. Настроение такое трепета, трепета такого перед святыней, другого такого настроения не может быть. Очень важно этот день, что действительно наш Брестский покровитель, белорусский покровитель, он действительно нас заряжал таким позитивом, что мы действительно с радостью идем и продолжаем династию из года в год идти крестными ходами и почитать его, и верить. И с такой же крепкой верой мы дальше будем идти за крестом. Мы недалеко живем, это наш покровитель нашей земли, это счастье, когда жить возле такого монастыря, возле нашего покровителя, святителя нашего Афанасия Брестского. Очень радостно на душе, это просто непредаваемо, это такое тепло на душе, всегда радость, всегда-всегда. О жизни преподобного Афанасия известно из Диариуша, его дневника записи с приложением сочинений, грамот и писем. После смерти Афанасия Диариуш был дополнен монахами Семеновского монастыря, описавшими последние дни и мученическую смерть святого, чтобы сегодня, спустя несколько сотен лет, на месте его кончины появился монастырь, где свято будет храниться память заступника православной веры. Приятно и радостно, что жители Брещины, они сохраняют это духовное наследие, привношают, им много дано, многое спросится, и Брестская епархия по многим показателям, она идет впереди и дает такие прекрасные инициативы, которые можно перенимать и в других епархиях. Но в то же время у нас, слава Богу, в целом в пределах Агазархата жизнь церковная развивается, и, в общем-то, есть надежда, что когда-то мы, выровнявшись, все-таки будем догонять Брещину в других регионах, и важно, чтобы и Брещина делилась своими наработками, чтобы все были воедино, едиными устами славили Господа. Жизнь игумена Свято-Семеновского монастыря является примером искреннего служения Богу и людям, символом преданности вере и любви к своему Отечеству. Больший духовный праздник объединил православных не только из Бреста, но и из других городов Беларуси. Ведь быть ближе к друг другу, ценить и любить то, что имеешь, и тех, кто рядом. Вот главное счастье для каждого, кто верит, надеется и ждет помощи и заступничества от покровителя земли Брестской.